Здравствуйте! О главных новостях в Нижнем Новгороде к этому моменту. Обрушившуюся в Омске казарму два года назад ремонтировала нижегородская фирма. Ремонт инженерных сетей, полов, кровли и замену окон вела нижегородская компания РМХ-строй. Реановости уточняют, что работы по перепланировке казармы не проводились. Напомним, ЧП произошло в воскресенье 12 июля. По предварительным данным, причиной могли стать нарушения при ремонте. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о халатности. Под завалами оказались 42 военнослужащих, погибли 23 человека. Выксунский металлургический завод сменил управляющего директора. Об этом пишет коммерсант. Вместо Сергея Филиппова, назначенного на эту должность в июне 2012 года, руководить заводом будет Александр Барыков, который с августа 13 по июль 15 являлся директором дивизиона труб большого диаметра ВМЗ. Как пояснили изданию на заводе, трехлетний контракт с Филипповым и Стёк, задача, которая перед ним ставила руководство компании, выполнена. По информации коммерсант, работать в компании Сергей Филиппов не останется. Перед новым управляющим директором стоят задачи по дальнейшему повышению качества продукции и эффективности производства, отмечают на предприятии. Конкуренция за рабочее место в Нижегородской области составляет 2,9 резюме на одну вакансию. Таковы данные портала работы.ру на июнь 2015 года. Причем в начале года конкуренция на рабочее место в среднем составляла 4,82 резюме на одну вакансию. Максимум был заменчен в марте. Общее число размещенных вакансий по данным порталу увеличилось на 13% с января этого года, а число размещенных резюме уменьшилось на 32%. Эксперты работы.ру объясняют это решением многих работников пережить кризис на прежних рабочих местах. Имеет место и сезонный фактор. Многие работники решили отложить поиск работы до конца сезона отпусков. В Нижнем Новгороде сегодня днем без осадков. Плюс 14, плюс 16. Вечером будет плюс 12, плюс 16 и пройдет дождь. Хорошего дня!